Хе-хей! Привет всем по ту сторону ютуб-экранов! Это DROIDERUS выставки EFA 2013 со стенда компании Philips. И сейчас мы взглянем на парочку любопытных проекторов, которые работают на системе Android. Наша тема, грубо говоря. Первый из них. Такой компактный, называется PicoPix. Он транслирует видео в Full HD на любую практически стену. Ну, желательно, чтобы она все-таки была белая. Диагональ максимальная может быть достигнута 120, вот тут написано, дюймов. Но, в принципе, если темно, можно растянуть ее и до 150, и до 200. Главное, чтобы хватило мощности вот этих вот светодиодов. Вот они тут горят и светятся прямо в нашу камеру. Давайте посмотрим немножко на корпус. Корпус тут очень много всего натыкано в этой маленькой коробочке. Есть USB-порт, к которому можно подключать флешку с вашими киношками. Кстати говоря, внутри еще есть 2 гига оперативной, просто памяти. Поэтому можно на ней хранить, можно подключать флешку. Есть, конечно же, слот для карты памяти. Мини-USB, есть, конечно же, HDMI-порт, наушники, еще один видеовход. Инфракрасный порт стоит, выключение питания, кнопка обязательно. Здесь у нас есть резьба для штатива или для какой-то подставки. Можно его куда-то прикрутить. Кстати говоря, скорее всего, его можно подвешивать, даже как вот обычно подвешивают проекторы. Наверное, как-то изображение можно перевернуть. Видимо, акселерометра нет, потому что она сама не переворачивается. Что еще я забыл? Ну, теперь давайте немножко пробежимся по элементам управления. Как я уже сказал, тут стоит система Android. Android версии 2.3, ну, явно не самая последняя. И, если честно, тут это, мне кажется, не особо важно, потому что она абсолютно не похожа на Android. Это такое обычное телевизионное меню. Вот, смотрите, вот так вот тут все листается. С помощью пальца можно вот так вот пользоваться вот этим тачпэдом и кнопочками, которые находятся... Кнопочка дом, кнопочка меню, кнопочка назад. Ну, стандартные Android-кнопки. Прокручивание осуществляется вот этими крайними областями тачпэда, ну, примерно как на ноутбуке. И, когда мы шевелим посерединке, появляется курсор. Ну, чтобы доказать, что это все-таки Android, я запущу вот эту вот штуку с синим роботом. Не зеленым, а синим, потому что все-таки это проектор. Вот, пожалуйста, тут есть разные приложения. Дополнительные приложения можно также устанавливать из Play Market. Да, ну, я не уверен, что все пойдут, потому что непонятно, какой там процессор стоит. Об этом нам не сказали. Но, наверное, какие-то будут играть. Может быть, те же пресловутые Angry Birds тут будут работать. Можете развлечь ваших друзей. Кроме того, тут есть такая вот колесико для наведения фокуса. Когда вы изменяете расстояние, нужно подводить вот этот вот фокус. Еще присутствует приложение для Android и iOS. Можно подключать уже к телефону по Wi-Fi или передавать по DLNA на него изображение. Ну, короче говоря, в принципе, такая вот прикольная штука, которую можно взять с собой куда-нибудь в гости. Можно даже в лес, нацепив на сосны большую простыню, транслируя всему вашему там походу какое-то крутое кино. Правда, хватит этого кино ненадолго. Примерно два часа батарейка хватает. Ну, на один фильм, короче говоря, должно хватить. Давайте теперь перейдем к другому, более крупному представителю. И это на этот раз новинка. Кстати говоря, тот проектор уже продается и стоит около 20 тысяч рублей. А этот еще не продается, его только представили. Он называется Screen Neo. Как видите, он очень стильно выглядит. Это вот такая вот крабулечка беленькая, которая стоит совсем недалеко от, ну, собственно, от экрана. И проецирует она не прямо луч, а вот так вот, в виде такой трапеции. И при этом, как бы, получается, что у вас сохраняется место, вам не нужно подвешивать к потолку проектор. Он просто стоит на тумбочке. Давайте посмотрим немножко, как он устроен. Тут у нас есть такая вот кожаная ручка. Но вообще все выполнено достаточно стильно. Ой, мне прямо в глаз светит эта штука. Здесь есть все порты нужные. Конечно же, HDMI. У нас есть обычный VGA-разъем. Есть тюльпан. Есть разъем для сети. Кроме того, внутри встроен даже цифровой декодер. Телевидение можно смотреть. Да, когда он с России запустит цифровое телевидение повсеместно, эта штука будет заменять просто ящик. Спереди у нас еще есть такой вот небольшой лючок. Тут есть слот для карты памяти SD. Опять же, HDMI. Ну, просто HDMI, тут уже три я насчитал. USB. Ну, конечно же, разъем для наушников. И, в принципе, все. Кроме этого, тут опять же стоит Android. Android, правда, уже постарше. 4.2 вроде бы или что-то в этом роде. Но, опять же, его узнать нельзя. Вот так он выглядит. Вот сейчас мы немножечко настроим. А то у нас какой-то не квадрат получается, не прямоугольник, а какая-то изогнутая штука. Управление тут производится клавишами, но, в принципе, на пульте есть вот такой вот джойстик. Можно с помощью него управлять, запускать разные приложения, игрушки. К этой штуке вроде как даже можно подключить джойстик и играть в некоторые игры. Но, опять же, тут стоит вопрос в том, потянет ли процессор. Вот. Ну, стоить она будет, конечно же, подороже. Где-то порядка 2000 долларов или евро. Ну, около того. Пока еще цена окончательно неизвестна. Внутри также стоит аккумулятор. Его можно носить с собой, как чемодан. Вот так вот взяв, положив машину, просто придя в гости и устроив киносеанс. Да, пожалуйста. Очень интересная штука. Батарейка. Я забыл про батарею сказать. Ее хватит тоже на просмотр одного фильма. Все. Это был проектор Screen Neo и Pico Pix от компании Philips. С выставки EFA 2013. Не забывайте подписываться. Еще будет много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.